Сам же он этому научен от владыки всяческих, который учит, бодрствуйте на всякое время, молясь. Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в которые сын человеческий придет. Еще бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И также, да будьте весла ваши припоясаны, светильники горящие, и вы будете подобны человекам, ожидающим господина своего, когда возвратится от брака, чтобы пришед ему и толкнувшу тотчас открыть дверь. Этими словами он научает нас внутренней молитвы, внимания ума и молитвы непрестанной. Потом наводит, блажен раб тот, которого пришед Господь его, найдет творящего так, и прибавляет слово о дарах за такое бдение и молитву, что над всем имением своим поставит его, сделает его и другим подобным богами, царями небесными, святейшими солнцем. Видишь, какие дары от Бога уготовляются тем, которые бдят и молятся. Их расподобимся, и мы всегда бодрствуя и непрестанно молясь, как научены. Есть много молитв, но превосходнее всех та, которую дал нам сам Спаситель, Отче наш, как пишется в Евангелии, как объемлющее вкрасно всю евангельскую истину, а после нее спасительное призывание Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Иисусова молитва. В научении нас, которому потрудились многие преподобные отцы наши, и между ними златословесный отец наш, в трех словах изложивший учение об этой божественной молитве, затем богоносный лествичник, диодок святой, епископ Фотики, Симеон новый богослов, аскетник Ифор и другие многие. Они говорили о ней достойно жившего в них Духа Божия. Так как и молитва сия в Духе Святом изрекается, как говорит святой Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И тот, кто изрекает ее от Бога, есть, как говорит святой Иоанн, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, есть от Бога. «Наилучше же в наши дни сии написали о ней и Духом Вадимое, Богоглаголевое, Богоносное и Христоносное, и Божественное, воистину, святые отцы наши, Каллис, бывший патриарх царствующего града Нового Рима, и сотрудник из подвижники его преподобной Игнатий в ста главах, изложив полное о ней учение, духовное, высокое и Богомудрое. Сия божественная молитва, состоящая в призывании Спасителя, есть следующее «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть и молитва, и обед, и исповедание веры, Духа Святого и Божественных даров подательница, сердца очищения бесов изгнания Иисуса Христа вселения, духовных разумений и божественных помыслов источник, грехов отпущения души телес врачевательница, божественного просвещения подательница, милости Божией, колодец, откровение тайн Божьих ходатайца, единая спасительница, как имя Спасителя нашего Бога в себе носящее, имя Иисуса Христа, Сына Божия на нас названное, и нет другого имени под небом данного человека, которым надежало бы нам спастись, как говорит апостол. Призывание это есть и молитва, потому что этим и спрашиваем мы милости Божией, и обед, потому что в нем мы себя самих предаем Христу через призывание и его исповедание, потому что исповедав так Господа Иисуса, Петр ублажен им, и сердца очищения, потому что Бог зрит и призывает и очищает того, кто таким образом зрит Бога, и бесов изгнания, потому что именем Иисуса Христа бесы были изгоняемы и изгоняются, и вселение Христа, потому что Христос в нас есть памятование о нем, и памятованием Син вселяется в нас и исполняет веселье, как говорит святой Давид, помянул Бога и возвеселился, и духовных разумений и помыслов источник, потому что во Христе есть сокровища премудрости и разум сокровенный, и Он подает их тем, в которых вселяется и божественное просвещение подательница, потому что Христос есть истинный свет, и призывающим Его сообщает просвещение и благодать, как пророк взывал, «Буде светлость Господа Бога нашего на нас», и как Господь обетовал, «Ходящий по мне имеет свет жизни», «И милости Божий колодец, потому что милости в Господе, и ущедряет всех призывающих Его, творит скорое отпущение вопиющим к Нему, и откровение смиренным, тайн Божий ходатайца, как рыбаку Петру истина о Христе явлена была от Отца Небесного, и как святой Павел восхищен был в рай до третьего неба, слышал незреченные глаголы, «И единая спасительница, потому что нет ни в коем другом спасении, кроме Господа, которому взываем, ибо сей единый есть Спаситель мира Христос». Почему в последний день, хотя и не хотя, всякий язык исповедает, что Он есть Господь Иисус Христос, слава Бога Отца? Такое исповедание есть знак веры нашей, свидетельства, что мы от Бога, ибо всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, есть от Бога. Они, исповедующие Его, не от Бога, а есть Антихристов. Почему? Всем верующим надлежит имя это непрестанно исповедовать и для проповедания веры, и для засвидетельствования любви нашей Господу нашему Иисусу Христу, от которой ничто никогда отнюдь не должно нас разлучать, и ради благодати от имени этого, отпущения грехов, у врачевания души, освящения, просвещения и прежде всего ради спасения. Божественный Евангелист говорит, и написано, да веруете, что Иисус Христос Сын Божий. Вот вера. И да веруя имеют жизнь во имя Его. Вот спасение и жизнь. Это призывание всякий благочестивый всегда да возглашает, как молитвы, и умом своим языком, и стоя, и ходя, и сидя, и склоняясь на ложе, и говоря что-либо, и делая, и всегда да понуждает себя к тому, и обретает великий покой и радость, как опытно знает это имеющее об этом заботливое попечение. Но как это для людей житейских и даже для монахов, когда они находятся в неизбежных хлопотах о житейском, невыполнимо, то хоть определенное время пусть каждый на это отвердит, только да имеет правило всегда творить молитву эту все, и освященного чина лица, и монашествующие, и миряне. Монашествующие, как к тому уже и призванный, и неотложный долг имеющие, хотя и в хлопотах бывают по исполнению послушания, всегда да нудят себя творить эту молитву и призывать Господа непрестанно, хотя с расхищением мыслей и пленениями ума, и по причине этого расхищения да не позволяют себе не родить о ней, но всячески да стараются опять возвращаться к ней и радоваться этому возвращению. Лица священного сана дородеют об этом деле, как о проповеди, как о священодействии, как о проявлении любви своей ко Христу Господу. Миряне доблядут свою молитву, как печати знамения веры своей, как охрану освящения и отгнания искушений. Поэтому все и лица священного сана, и миряне, и монахи, восстав от сна, прежде всего должны воспоминать о Христе и об Нем помыслить, принося Ему это первомыслие, как жертву, как им спасенное, Его имя носящее, в Него облегшееся во святом крещении, им запечатленное во святом миропомазании, Его тело и крови причащающиеся, и через то членами Его делающиеся, и храмом и живущим Его в себе имеющие. За все это всякий христианин долг имеет вседушно любить Его, и по любви этой стараться всегда помнить Его, и кроме того иметь определенное время творить молитву Его по силе своей. 447, пятый том добротолюбия Истолкование молитвы Господи помилуй Господи Иисусе Христе помилуй мя и сокращеннейшее Господи помилуй от апостольских времен даровано христианам и определенно, чтобы они непрестанно возглашали это, как и возглашают. Впрочем, делая так, весьма немногие ныне знают, что значит Господи помилуй. Потому взывают бесплодно, вопиют Господи помилуй, а милости Господи не получают, потому что не ведают сами, чего ищут. Поэтому надлежит нам знать, какая это милость Господа Иисуса, какая? Всякая. Все, что нам потребно в настоящем нашем падшем состоянии, в Его деснице есть. Ибо Он с тех пор, как воплотился и соделался человеком, как пострадал такие страсти, и излиянием всесвятой крови Своей искупил человека из рук дьявола, с этих пор стал Господом и властителем человеческого естества, особенным неким образом. Все наше и стало таким образом в Его руках. Господь и прежде воплощение искренне был Господом всех тварей, видимых и невидимых, как создатель их и творец. По бытию так это и есть и будет, но не по свободной деятельности разумных тварей. Беса, а за ними и люди не восхотели сами от себя иметь Его Господом и властителем Своим, и отторглись от Него сущего владыки всяческих. Ибо Всеблагой Бог, создавший людей и ангелов самовластными и одарив их разумом, не хочет нарушать всего их самовластие и господствовать над ними насильно против их воли, почему, которые из них хотят быть под властью и управлением Божиим, над теми Он господствует и тех защищает, а которые не хотят, тех оставляет творить воли свои, как самовластных. Поэтому и Адама, когда он прельщенный богоотступником дьяволом, сделался и сам отступником от Бога и не восхотел слушаться за поведение Его, оставил он произволение Его, не желая властительски господствовать над Ним. Но завистливый дьявол, прельстивший Его вначале, не перестал и далее прельщать Его, пока не сделал Его по неразумию и Его подобным скотам несмысленным, и Он не стал жить подобно неразумным животным. Тогда жалился над Ним многомилостивый Бог и, преклонив небеса, сошел на землю и сделался человеком, человека ради, и при чистой крови своей, искупив Его, устроил для Него спасительный путь жизни. Во Святом Евангелии указал, как благоугождать Богу, божественным крещением возродил и воссоздал Его, при чистых тайнах питание небесное учреждил Ему. И, кратко сказать, с высочайшей премудрости нашел способ, как Ему быть нераздельно с человеком и человеку с ним, чтобы дьявол не имел более места в человеке. Но и после этого Он все же никого не воливает, но оставляет всем на произвол спасаться, как им предлагается, или погибнуть. Так это и идет. Одни спасаются, а другие не берегут о спасении, из которых иные совсем не веруют в Евангелие, а иные и веруют, но не живут по-евангельски. Которые теперь христиане, после стольких даров благодатных, после стольких благодеяний Божьих, опять прерстились с дьяволом и по действию мира и плоти отдалились от Бога и подпали подвига рабства греху и дьяволу, творя воли его, но не совсем еще сделались бесчувственными, чтобы не чувствовать зла, какое пострадали, а понимают ошибку свои и сознают рабство, какому подпали. Сил же на то, чтобы избавиться от него, в себе не видят. Те прибегают к Богу и вопиют. Господи, помилуй, чтоб жалился над ними многомилостивый Господь и помиловал их, чтоб принял их как блудного сына и опять даровал им божественную благодать свою. И ей избавил их от рабства греху, удалил от них бесов и возвратил им свободу. Да сим образом возмогут они и прочее жить Богу угодно и соблюдать заповеди Божии. И так те христиане, которые с такой целью вопиют, Господи, помилуй, всеконечно сподобятся милости Божией и получат благодать, чтобы освободиться от рабства греху и спастись. Те же, которые совсем не имеют сказанных помышлений и не сознают бедственности своего положения и своего порабощения, воли, плоти и мирским обычаям, и даже времени не имеют подумать о своем рабстве, но без всякой такой цели просто по одной привычке вопиют, Господи, помилуй. Эти как могут получить милость Божию? И особенно такую дивную и безмерную милость. Для таких лучше не получать ее, нежели получив опять потерять, потому что тут уж будет двойное прегрешение. Поясню теперь тебе тоже примерами. Представь себе человека, бедного и нищего, желающего получить милостыню от кого-либо из богатых. Что говорит он, пришедший к богатому? Ничего, как помилуй меня, жалься над моей бедностью и благоустрой мою жизнь. Или долг, кто имеет на себе и не имеет чем уплатить его, желая же избавиться от тяготы всей, приходит к решению, упросить того, кому должен, простить ему долг. Приходит к нему и что говорит? Тоже только помилуй меня, жалься над моей бедностью и прости мне долг, каким я должен тебе. Равным образом, когда кто провинился в чем-либо перед другим и желает получить от него прощение, что делает? Приходит к тому, против кого погрешил, и говорит, помилуй меня, прости мне, в чем я погрешил перед тобою. Все такие знают, о чем просят и для чего просят, и получают вопрошение соответственно обстоятельствам, и полученное обращают во благо себе. Поставьте теперь с другой стороны грешника, который беден духовно и должен перед Богом, и оскорблял его многократно. Если он вопиет, будто к Богу помилуй меня, а между тем не понимает, что такое говорит и для чего говорит, даже и того не знает, в чем та милость, которую желает получить от Бога, и к чему она ему благопотребна, а просто по привычке вызывает, Господи, помилуй. То как Бог подаст ему милость, когда тот не может даже узнать, что получил, потому внимания на то не обратил и злоупотребит тем, или сгубит то, и тем более еще прежнего сделается грешником. Милость Божия не другое, что есть, как благодать Святого Духа, которую должны спрашивать у Бога мы грешны, непрестанно вопия к Нему, помилуй меня, и яви милость Твою, Господи мой, ко мне грешному, в жалком состоянии, в каком я нахожусь, и прими меня опять во благодать Твою. Дай мне Дух силы, чтобы Он укрепил меня в противостоянии искушением дьявола и худым навыкам моим греховным. Дай мне Дух совета, чтобы я уцеломудрился, пришел в чувства и исправился. Дай мне Дух страха, чтобы я боялся Тебя оскорблять и исполнял заповеди Твои. Дай мне Дух любви, чтобы я любил Тебя и не удалялся более отблизь Тебя. Дай мне Дух мира, да соблюду мирную душу мою, соберу все помышления мои и пребуду безмолвен и не мучен мыслями. Дай мне Дух чистоты, и да хранит Он меня чистым от всякого сквернения. Дай мне Дух кротости, да буду тихонравен в обращении с братьями моими христианами и воздержан от гнева. Дай мне Дух смирения, да не помышляю о себе высоко, и да не буду горд. Кто знает и чувствует, сколь потребно все сказано и, прося того многомилостивого Бога, взывает Господи, помилуй, тот, наверное, получит то, о чем просит, исподобится милости Божией и благодати Его. Но кто не знает ничего из того, что мы сказали, и только по привычке взывает Господи, помилуй, тому нет возможности получить когда-либо милость от Бога, ибо и прежде он уже получил много милости от Бога, но не познал того и не возблагодарил Бога, даровавшего ему их. Получил он милость Божию, когда создан был и стал человеком. Получил милость, когда воссоздан был в крещении и стал православным христианином. Получил милость, когда избавился от стольких бед душевных и телесных, испытанных им в жизни. Получал милость Божию всякий раз, как сподоблялся причащаться при чистых тайн. Получал милость Божию всякий раз, как согрешал перед Богом и огорчал Его грехами своими, а не был погублен и не наказан, как подобало. Получал милость Божию, когда многообразно благодетельствован был от Бога, но или не сознавал того, или забывал. Такому христианину как ему получить милость от Бога, когда он не знает и не чувствует, что получил стойко милости от него. И теперь, если и взывает Господи, помилуй, кто не знает, что говорит, и произносит слова эти без всякой мысли и цели по одному лишь обычаю, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Симеона Нового Богослова, 452, о вере и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях. В начале слова многополезная повесть. Доброе дело проповедать перед всеми милость Божию и возвещать братьям своим великое его благоутробие и неизреченную благодать, какую имеет он к нам. Знаю я человека, который ни долгих и великих постов не держал, ни бдений не совершал, ни на голой земле не сыпал, ни других подобных особенно тяжелых подвигов на себя не налагал, но, приведший на память грехи свои, познал свое окаянство и, осудив себя, смирился. И многоблагоутробный Господь за это одно спас его, как говорит божественный Давид, смирился и спас меня. Короче сказать, поверил он словесам Бога и за эту веру Господь приял его. Стижать смирение много есть препятствий, преграждающих путь к нему, но у верого словесам Бога нет никакого препятствия, которое ставило бы преграду к тому. Как только захотим от всей души нашей, тотчас и уверуем. Ибо вера есть дар всеблагого Бога, который дар дал нам он иметь, естественно, вложил в естество употребление его, подчинив самовласти и произволение нашего. Почему и скифы, и варвары, естественно, имеют веру и верят словам один другого? Но чтобы показать вам на опыте действия вседушной веры, послушайте, я расскажу вам в подтверждение сказанную некую повесть. Жил в Константинополе некто по имени Георгий, юноша возрастом лет двадцати. Это в наши дни, на нашей памяти. Он был красив лицом, и в его походке, в манере держать себя, и в приемах обращения было нечто показливое. Так что, по этой причине, делали о нем разные недобрые предположения. Те, которые смотрят на одну внешность и не знают, что сокрыто внутри каждого, судят и от других ошибочно. Он познакомился с неким монахом, жившим в одном из константинопольских монастырей, человеком святым, и, открывая ему сокровенности сердца своего, сказал и то, что сильно жаждет спасения души своей. Честный старец, поучив его, как следовало, и дав ему небольшое правило к исполнению, дал ему и книжесу святого Марка Подвижника, где он пишет о духовном законе. Юноша принял эту книжесу с такой любовью и с таким благоговением, как бы она была постана ему от самого Бога. И сильный возымел к ней веру, надеясь получить от нее великую пользу и великий плод. Почему читал ее с великим усердием и вниманием, и, прочитав всю, великую получил пользу от всех глав ее. Но из всех глав три наиболее запечатлели сердце его. Первое. Ища врачевание, заботься о совести, внимай ей. И что она говорит тебе, делай то и получишь пользу. Второе. Ищущий, чающий получить действенности святого духа, прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то же время, как его только что купили, ищет, что вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. Третье. Молящийся телесный, не имеющий еще духовного разума, подобен слепцу, который взывал сын Давидов, помилуй меня. Другой же некто, прежде слепой, когда прозрел и видел Господа, уже не называл его сыном Давидов, но исповедовал его сыном Божиим. Иоанна 9,35. Эти три главы очень ему понравились. И он поверовал, что через внимание к своей совести, как внушает первая глава, он получит врачевание, немощи душевных. Через исполнение заповедей достигнет действенности Святого Духа, как учит вторая глава. И благодать и Святого Духа прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа, как обещает третья глава. И уязвился он любовью к красоте этой. И хотя еще не видел ее, сильно вожжал ее и усердно взыскал в надежде узреть ее, наконец. При всем том, однако, что он ничего особенного не делал, как уверял меня с клятвою, кроме того, что каждый вечер неопустительно исправлял то небольшое правило, которое дал ему старец. И не иначе, как исправив уже его, ложился в постель и засыпал. Но со временем совесть начала ему говорить, положи еще несколько поклонов, прочитай сколько-нибудь других псалмов, проговори сколько можешь большее число раз и Господи Иисусе Христе помилуй меня. Он охотно слушался своей совести, и что она внушала ему, делал без размышления все так, как бы то повелевал ему сам Бог. И ни разу не ложился он спать так, чтобы совесть обличала его, говоря, для чего не сделал ты того и того. Так всегда слушался он своей совести, никогда не оставляя без исполнения того, что сделать она внушала ему. А она каждый день все больше и больше прилагала к обычному его правилу. И в немногие дни вечернего молитвословия возросло великое последование. Днем он находился в палатках одного по трите, и на нем лежало попечение о всем потребном для людей, живших там. Вечером же каждый день он уходил оттуда, и никто не знал, что делал он у себя. Он же и слезы проливал из очей своих обильной, и колено преклонения делал многое множество, падая лицом на землю. Когда стоял на молитве, ноги держал вместе тесно одну к другой, и стоял неподвижно, и к Пресвятой Богородице читал молитвы с болезнью сердечной, воздыханиями и слезами. Ко Христу же Господу обращаясь, падал при чистым ногам его, как бы он телесно присущ был ему, и умолял его милосердиться над ним, как некогда над слепым, и даровать прозрение душевным очам его. Поскольку каждый вечер увеличилась молитва его, то он, наконец, простаивал, молясь до самой полночи. И однако же во все время молитвы ни разлинения себе не дозволял, ни до нерадения себя не допускал, ни членов тела своего не распускал, ни очей не обращал по сторонам или вверх, чтобы взглянуть на что, но так стоял неподвижно, как столб какой, или как бестелесные. Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом более, нежели устами, Боже, милости будем негрешному, внезапно не зашло на него свыше божественное сияние пресветлое и исполнило все то место. Тогда забыл уже юноша этот, что находится в комнате и под кровливой, потому что во все стороны виделся ему один свет, не знал даже, попирает ли он землю ногами своими, ни о чем мирском не имел уже он по печенью и не приходило тогда на мысль ему ничто из того, что обыкновенно бывает на уме у тех, которые носят плод человеческую, но был весь растворен с невещественным тем светом, и ему казалось, что и сам он стал светом. Забыл он тогда весь мир и исполнился слез и радости неизвеченной. Потом ум его востек на небеса, и он увидел там другой свет более светлый, чем тот, который был окрест его. И показалось ему к изумлению его, что в край света того стоит помянутый выше святой тот, и равноангельный старец, который дал ему небольшую эту заповедь о молитве и книже святого Марка подвижника. Услышав это от юноши, я подумал, что ему много содействовала молитва старца, и что Бог устроил такое видение, что показать юноше, на какой высоте добродетели стоит старец тот. Когда прошло видение, то и юноша пришел в себя, то нашел себя, как говорил после всего, исполненным радости и изумлений и плакал от всего сердца, которое со слезами было исполняемо и сладости великою. Наконец лег он в постель, но тотчас запел петух и показал, что уже была полночь. Немного спустя заблаговестели в церкви и к утренне юноша встал, чтобы прочитать по обычаю своему последованию утренне. Так он совсем не спал в ту ночь. Сон и на ум ему не приходил. Случилось это, как ведает Господь, который соделал это ими же весть судьбами. Юноша же тот ничего особенного не ведал, кроме того, что с крепкой верой, несомненной надеждою всегда верно исполнял слышанное им от старца правило и вычитанное в книжице наставление. И никто не говорит, что он делал это для испытания. Это и на ум ему не приходило. Кто испытывает, тот не имеет твердой веры. Но юноша тот, отложив всякий страстный самоугодливый помысел, так много заботился о верном исполнении того, что внушало ему совесть, что никого никакого уже сочувствия не имел к вещам мира этого, даже пищи и питья не вкушал в сладость или вдоволь. Слышали, братья мои, что может сделать вера в Бога, свидетельствуемая добрыми делами? Поняли, что ни юность нисколько не вредит, ни старость не пользуется, когда нет разума и страха Божия. Познали, что ни мир и житейские дела не мешают исполнить заповеди Божии, когда имеется ревность и внимание, ни безмолвие и удаление от мира не пользуются, когда властвуют леность и нерадение. Все мы, слыша о Давиде и удивляясь ему, говорим, один был Давид и другого такого не было. Но вот смотрите, в юноше этом проявилось нечто больше, чем в Давиде. Давид приял свидетельство от Бога, помазан царя и пророка, получил Духа Святого и многое имело о Боге удостоверение. Почему, когда согрешил и потерял благодать Святого Духа и дар пророческий и отчужден был от обычного собеседования с Богом, что дивного, если вспомнив о благодати и от коей спал, опять взыскал он от Бога потерянные блага. Но этот юноша ничего такого не имел, а был связан мирскими делами, заботился только о временном, а о чем-либо высшем земле и подумать не имел времени. И однако ж дивны судьбы Господни, лишь только услышал малое нечто от ауного святого старца и вычитал те три главы у Аву Марка, тотчас, несомненно, поверил слышанному и написанному и с непоколебимой надеждой ввел то в дело и с небольшим тем деланием, которое совершал вследствие того, сподобился возвысить ум свой до небес, воздвиг на милость Матерь Господа, ее молитвами умилостивил Бога и привлек на себя благодать Святого Духа, которая с такой силой осенила его, что он сподобился увидеть свет, который, видеть, многие желают, но немногие сподобляются. Этот юноша ни постов долгих не держал, ни на земле не спал, ни в лосянице не носил, ни из мира не выходил телесно, а только духовно, душевным настроением и с небольшим бдением, которое совершало, явился ему дивного оного лота, бывшего Содоме, высшим, и лучше сказать, явился ангелом в теле человеческом, человеком по видимости и ангелом по умному строю, за что исподобился увидеть сладчайший он и свет мысленного солнца правды Господа нашего Иисуса Христа, каково и свету достоверил его, что он имел восприятие будущий свет и праведно, ибо любое сердечное его к Богу прилепление сделали его иступленным, отторгли дух его и от мира этого, и от собственного естества, и от всех вещей, и сделали его всего светом от Святого Духа, при всем том, что он и жил среди города, и правил целым домом, и заботился о рабах и свободных, и делал все, что потребно для настоящей жизни. Довольно этого в похвалу юноши, для того, чтобы подвигнуть и вас прийти к такому в такую же любовь, подражая ему. Или желаете, чтобы я сказал вам и другое, что больше чего может быть, и слух ваш приять не сможет. Впрочем, что может быть больше и совершеннее страха Божия? Конечно, ничего нет. Святой Григорий Богослов сказал, начало премудрости страха Господень, ибо где страх, там заповедей соблюдение. Где заповедей соблюдение, там ощущение плоти этого облака, облегающего душу и не дающего ей чисто видеть божественный свет. Где ощущение, там осияние, а осияние есть исполнение желания божественного. Говоря так, он показал, что освящение духом есть некончаемый конец всякой добродетели, и кто достигнет такого освящения духом, тот покончил со всем чувственным и начал пребывать сознанием в одном духовном. Это, братья мои, суть дивности Божия. И Бог для того и изводит в ящи сокровенных рабов своих, чтоб подражали им добротолюбивые и благие, а злонравные остались безответными, ибо и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в переволнениях мира, если ведут себя, как должно, обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради веры, которую показывают к нему, чтоб в день туда ничего не имели сказать в оправдании свое те, которые не обретают спасение. Субтитры сделал DimaTorzok